приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут Анжелика я рада кто заглядывает ко мне постоянно на мой канал и те кто заглянул впервые я рада вас видеть на моем канале и рада знакомиться с вами я в данный момент нахожусь у мамы на отдыхе приехала к ней в гости решила немножечко отдохнуть сниму видео одно единственное которое за все это время я решила снять оно будет такое немножечко калейдоскопное поэтому работ готовых очень мало ну хочется с вами поговорить соскучилась по youtube немножечко снять я решила в отпуске что не буду ничего снимать приеду и буду все показывать как обычно готовые работы но решила все-таки хочется пообщаться с вами знаю что в россии осень наступает маленькими шажочками на некоторых территориях уже прохладно моя дочь говорит что прохладно уже где-то иду дожди где-то нет но здесь тепло поэтому хочется себя потом смотреть в теплое месте в краях теплых я снимаю на террасе у мамы поэтому посторонние такие звуки будут иногда здесь соседская собака дружелюбно всех приветствует поэтому звуки будут не обращайте на это внимание я когда приехала к маме закончила вот эту работу это все-таки один единственный складень который я выполнила для себя я вот так покажу с одной стороны идет ангел-хранитель с другой стороны николай чудотворец эта работа была завершена у меня дома по приезду я хотела выполнить вторую сторону дома но торопилась у меня было мало времени и когда действительно ты торопишься совершаешь ошибки поэтому здесь в некоторых местах есть где я бисер выбрала немножечко другой вот на книжке ну здесь не принципиально вместо такого более темного темные охры я вставила там золотой поэтому здесь не принципиально так в основном все правильно было выполнено я сделала вывод что действительно такие работы нужно выполнять когда они очень такие ты в таком спокойном состоянии поэтому я оставила и решила что я возьму этот складень с собой и закончу вот здесь у мамы в спокойной обстановке как говорится успокоив нервы и состояние спокойное поэтому мой складень готов я по приезду обязательно буду его освещать и хочу сделать выполнить это в россии здесь есть церкви есть монастыри но они совершенно другие я хотела бы это выполнить чтобы это было дома вот такая работа у меня закончена наполовину она выполнена была поэтому оставляла чтобы была память и здесь что я эту работу заканчивала и фоне вот эта сумочка которую я снимала вообще полностью отдельное видео инстаграм я уже выставила некоторые фотографии с ней и фотографии с моей туникой заходите в мой реподельный инстаграм вы увидите эту работу сочетание с моей туникой я довольна результатом довольна то что я успела и выполнила потому что если бы я не закончила и оставила ее не дошитой то по приезду мне бы такая осень была бы не к месту до следующего года в небо уже бы не хотелось я думаю работу поэтому как говорит моя мама зашел в танец танцуй до конца поэтому начал работу заверши ее закончи и все это будет забыто и ты не будешь возвращаться к этому проекту поэтому я уже как бы показывала видео на меня на столе как бы да я демонстрировала но вот как выглядит полностью как говорится пользование уже это сумочка она довольно таки вместительная я вот поместила сюда свой рыжий старый кошелек я его называю летним он у меня очень очень такой допотопный об этом я уже говорила что я попался кошелек для того чтобы бушить бисером там такая же кожа не проглаженная поэтому такие вещи они очень быстро пачкаются и как я вам уже показывала свой кармашек который совершенно другого цвета здесь находится у меня немного вещей как обычно да салфеточки что нужно на отдыхе ключи телефон и кошелек самое главное чтобы были денежки вот так вот выглядит сумочка еще раз показываю как она выглядит в соотношении да вот с рукой с одеждой и вот с самим человеком да как она выглядит довольно таки она такая легкая потому что и видите имеет такой корпус нормальный и не жесткий и не твердый да то есть как бы не мягкий и не сильно пушистый потому что за счет вот этого наполнителя который я говорила кто первый раз заглянул и видит эту работу первый раз заходите я оставлю ссылочки заходите смотрите более подробно как зарождалась такая вещь вот именно только ткани нитки такая вот сумочка в ней находится мой очечник который я выполнил на отдыхе здесь у мамы я взяла с собой бисер взяла косметичку тоже думала буду отшивать посмотрю по времени как успею по этому очечнику есть у меня как сказать я довольна результатом но когда я получила и разглядывала сам очечник и саму заготовку посмотрите вот я думаю видно да как пришит вот этот хвостик я уже когда закончила работу я подумала мне мама говорит почему ты не разборола да и не пришила вот чтобы он был все таки более ровный потому что видно что его вставили когда выполняли строчку сдвинулся вот этот хлястик да хвостик и он пришился наискос и вообще вся работа сама вот эта ткань она имеет долевая и утка она они не соблюдены то есть вот должен быть вот так я всю дорогу когда я отшивала он стало видно что он прямо пошел в бок в сторону и я всю дорогу вот его как бы поправляла мама говорит ну теперь ты будешь это видеть постоянно постоянно будешь его вот так вот как бы оттягивать когда я его отшила он был немножечко такой знаете вот от того что нитки да и притягиваются затягивается на ткани он немножко был такой по по виду он был как бы немного не то что скукоженный да видно что как бы пришивались я его вывернула наизнанку кстати у меня получилось не зацепить нигде подклад чему я рада и довольна да и просто напросто чуть-чуть паром и утюгом его немножечко как бы прогладила после этого работа стала выглядеть более аккуратно вот и поэтому рекомендую вам не бояться и проглаживать такие вещи даже если это что бы ни было да допустим икона заготовка которая выполнена бисером ну вот одно единственное что вот этот вот хлястик он видите какой посмотрите да когда он должен быть вот так вот ровно что хочу сказать еще с одной стороны вот здесь вот бисер абсолютно ровно строчка здесь ровная а здесь пошел вот этот перекос о чем я говорила и вот бисеринки я уже дополнительно добавляла для того чтобы здесь не было пустоты то есть прямо поддевала иголочку для того чтобы здесь не было никаких пустот и чтобы выглядело бисеринки будто выходит из кожи с этой стороны кожа кто-то меня в инстаграм спрашивал шила ли я похоже или нет здесь была ткань вот ну а я знаю что эти заготовки как бы отшивали многие в основном у Тани Барыльченко на канале очень много таких было заготовочек куплено не нашла я один бисер я его здесь заменила вот я не стану сейчас показывать все номера и какой там один всего лишь номер я не нашла поэтому он выглядит вот вот основной больше базовый такой цвет у самой розы выглядит в принципе нормально ну конечно здесь искажение происходит потому что на улице и одна единственная бисеринка вот здесь вот в зеленом листочке я не знаю почему капелька такая розовая я пересмотрела свое видео с заготовкой и действительно на заготовке я не ошиблась и так есть вот здесь вот этот бисеринка она такого же цвета как в самой розочки что это либо это ошибка когда печатали саму заготовку ну я ее так и выполнила я не стала раскалывать и делать ну вполне довольно таки нормально вот солнечные очки на данный момент я сюда вот и когда ты заклепку эту закрываешь не так то уж и видно конечно что она немножко наискосок но все равно видите я даже и не заметила когда я вот такая вот мне попалась заготовка кто отшивал напишите девочки если таня барыченко смотрит меня танюш напиши пожалуйста ты дарила подруге своей такую заготовку ну не такой же цвет но вообще вот как у нее прошита это тенденция у производителя так пришивать неужели как-то там нельзя размерять чтобы действительно это же такая вещь которая затрачивается еще время хочется чтобы она была ровная чтобы не было такого ощущения что тебе хочется но когда очки здесь этого не видно допустим но ты когда ее отшиваешь так как я еще сама шью я это вижу и такое ощущение вот она вот такая вот как бы перекошенная хочется чтобы она была вот поровнее все таки вот так вот я не думаю что это перекос от того что ты шьешь да бисеринки эти пришиваешь я не думаю потому что как бы все равно там идут такие швы и в разной такой последовательности и нет перекоса ты не шьешь чтобы это был как наподобие гобеленового стежка где идет стяга стягивание но результатом я готова выглядит красиво но солнце еще супер блестит ее приятно тактильно трогать впоследствии я возможно буду свои очки туда но у меня есть конечно мысли у меня узкие очки и выглядит меньше да когда в чехле вот такие очки для зрения больше покупать я такую заготовку не буду потому что не то что отшивалась сложно ну просто как бы там рисунки такие все цветы колорит такой своеобразный да хотелось бы что-нибудь если мысли какие-то и придут то лучше отшить на какой-либо конве или еще что-либо другое использовать и пошить самой чехол ну такой кусочек кожи можно найти без всякой эти кнопки сейчас у всех можно поставить поэтому это был у меня пробный вариант остался у меня еще кошелек обязательно тоже покажу и расскажу свои впечатления потому что я ожидала что сам очечник и сама заготовка пошита более хорошо но когда она стала пособочить меня это не очень-то устраивает и посмотрим как будет кошелек потому что там даже без отшива я вижу стягивание самого кошелька он у меня где-то там лежит я его тоже взяла думала буду здесь отшивать взяла я работу на отдых много мне мама говорит ты хоть можешь отдохнуть сесть и просто отдыхать а что делать я отшиваю для меня это и есть отдых после очечника я выполнила такую маленькую крошечную работу от фирмы жар птица хотелось мне именно морскую тематику отшивать конкретно на отдыхе потому что когда я была здесь прошлый раз отдыхала в отпуске я отшивала вышивку на футболке и дименшинс маяк и когда я теперь смотрю на эти работы или одеваю эту футболку я всегда вспоминаю тот момент что я отдыхала и отшивала именно здесь на отдыхе эти воспоминания как бы связаны с этими работами поэтому я взяла работ сюда прилично для того чтобы посмотреть что я отошью и буду потом в итоге вспоминать поэтому и решила снять видео чтобы потом была память такая некая вот такой вот маленький парусник симпатяшечка очень красивый я решила оставить этот парусник маме вот она недавно тут купила холодильник и он у нее пустой нет никаких абсолютно магнитов он белый до этого у нее был серого цвета на белом очень замечательно смотрятся такие вещи я его на фоне моря уже сфотографировала единственная загвоздка здесь была я не нашла здесь у них клей момент купила какой-то клеев в магазине канцелярском он оказался как-то даже быстрее клеит чем он мне пришлось долго промачивать вот это промакивать вот этот фетр задний для того чтобы это все подсохло и с задней стороны я вырезала такой кружочек и утопила туда этот магнит потому что мне не хотелось чтобы он выпирал очень сильно и так как было очень много клея это все прямо утонуло и он прямо приклеенный к холодильнику очень хорошо у меня есть такая пластиковая канва дома еще и я себе обязательно отошью сами схемки я не вычеркиваю поэтому у меня схемка чистая вот так вот и остается впоследствии я может быть возможно буду даже использовать эти схемки где-то не знаю в других проектах на любой вот морской сумочке можно маяк парусник отшить или либо просто в уголочке вот такой вот якорь вот мне этим и нравится что схемки я раньше вычеркивала сейчас нет поэтому я решила что я себе у меня есть канва я от себя отошью вот такая замечательная работа отшивается очень быстро наверное по несколько часиков вечером буквально здесь у мамы такая лампа не очень поэтому вечером стараюсь более крупные работы отшивать и после того как я отшила этот маленький крошечный парусник была у меня работка на которую я начинала дома это я отшивала на покупала в магазине интернет-магазине ткань это витамин как мне понравилось отшивать на этой ткани я когда была дома сразу зашла в интернет-магазин мир вышивки и набрала разных оттенков накидала в корзину обязательно по приезду буду покупать была у меня идея вышить вот эти вот фрагменты они взяты из интернета пин интерес такой сайт я очень люблю этот сайт там есть эти схемы эти схемы взяты с сайта галереи.ру и их большое множество они там на красном фоне то есть на красной основе вышито белым я решила вышить на таком ну это не салатовый не мятный такой очень спокойный оттенок светлый такой растительность и зелень и здесь в этот момент когда я отшивала эту работу я начала смотреть фильм о три королевы я вот маме уже рассказывала весь сюжет этого фильма состоит в том что вся речь там идет о винограде и заставка на этот фильм на этот сериал ну там я не помню сколько серий вот там каждый раз когда начинается начинается с листьев винограда очень много зелени и такие гроздья гроздья винограда с крупными такими виноградинами они переливаются в свете и мне так навеяло что мне хочется отшить именно в таких оттенках этот номер по НК имени Кирова я брала ниточки это номер 9238 вот такой вот оттенок он красивый цвета вина цвета винограда в бокале и когда я стала отшивать дома я уже показывала вам эту работу отшила вот такой вот четверть работы и я поняла что эта работа будет очень маленькая я хотела отшить чтобы было на середине подушки вот такой вот фрагмент взяла эту работу сюда потому что здесь когда солнышко не нужно использовать лупу и я вот как бы эту работу отшила отшивается очень легко быстро ничего не путаешься даже от того что здесь это равномерка получается результат классный теперь подушки конечно идут в паре у меня была идея и задумка совершенно ну как сказать хотела я вот вот так вот выглядит схема вышивала я с телефона и вторую работу я хотела отшить чтобы она была совершенно противоположной рисунку который вот был до этого одно единственное что я смотрела чтобы были ну как бы цифры которые идут вот здесь видите 90 клеточек обязательно чтобы была другая часть была такая же и вот этот вот рисунок я хотела отшить точно так на такой же основе потому что основа мне понравилась я уже ее тут приготовила но цвет выбрала совершенно другой не такой как первый вот да основа точно такая же а саму ниточку я решила выполнить вот такой это тоже это не красный не алый цвет ярче чем первый по сравнению да вот с этим но тоже цвет такого винограда и рисунок чтоб был другой ну вот закончила я эту работу поняла что она маленькая сделала вывод что я возьму вот этот центральный фрагмент ну какие мои мысли и идеи да возьму этот центральный фрагмент по бокам я обязательно куплю вот такую ткань и сделаю борта для того чтобы центр вышивки был посерединке а борта были в контраст вот этого цвета и чтобы подушки не были одинаковые ну я посчитала что это будет банально поэтому обычно как бывает две одинаковые подушки хочется чтобы они были немножечко как бы разные но и в то же время основа была одна а цвет был другой но мама услышав мою идею она говорит по сравнению с этими нитками вот этот цвет смотрится ну грустно да выцвешено как бы сказала темноват она у меня любит очень яркие цвета поэтому она говорит отшивай точно такими же нитками но сюжет другой вот я теперь сижу и думаю погладила гладила положила и наблюдаю смотрю за этим фрагментом обдумываю как же мне все таки сделать вышивать ли мне вот так вот другим цветом здесь конечно сейчас передает неправильно абсолютно потому что цвет сам по себе очень красивый это номер у нас 7509 у кого есть палитра ПНК аминькирова я думаю они понимают о чем я говорю вот но мне нравится настолько вот этот узор считается что это монохром но настолько рисунок легкий и он так быстро вышивается и мне так понравилось у меня уже теперь куча идей что еще можно отшить в таком стиле накрутила я намотала взяла набрала себе на таких бобинках вот здесь вот одна пасма выходит на такой это волшебная страна вот правда я не поняла где клеить здесь бумажку для номера но я намотала потому что накрутила ниточки думаю возьму вдруг мне не хватит не знаю что я буду делать вот на таких вот маленьких штучках вот ну и пока я отгладила положила ее так в сторону наблюдаю за ней думаю что же как же мне решить каким цветом выполнить вот ну и в перерыве я отшила отшила еще не закончила сегодня обязательно сделаю бэк это все жар птица второй фрагмент здесь конечно отшивается вообще здесь это я буквально вот вчера посидела немножечко и позавчера там по часику пока там какой-нибудь тоже фильме или под youtube вот буквально быстро вот отшивается да вот посмотрите да осталось вот серединку и бэк очень легко больше всего мне нравится здесь маяк и парусник но когда я стала отшивать сам компас тоже довольно таки занятно поэтому вечером я на таких крупных отшиваю ну чтобы клеточки были крупные а днем если есть свет хороший то вот не знаю отшивать вот другим цветом или подумать еще и если бы я знала что этот фрагмент такой маленький видите как неэкономно получается здесь я использовала ткань когда можно был один здесь фрагмент здесь расположить другой я еще предложила маме может быть мне сделать уже 4 фрагмента одна подушка из 4 фрагментов она говорит не слишком наляпист поэтому у меня сейчас процесс обдумывания но мне очень хочется отшивать на этой ткани потому что приятно и уже повторюсь приеду закуплю другие оттенки тоже нашью разных подушечек ну а теперь на заднем фоне у меня вот такой пакет хочу сказать что я по приезду решила маму спросить есть ли здесь рукодельные магазины для того чтобы что-то интересное прикупить здесь беда с рукодельными магазинчиками один единственный магазин в который я в прошлом отпуске тоже здесь упала это вот такой фирменный пакет они вкладывают все ничего здесь интересного нет я не стала снимать здесь как в магазине как обычно девочки снимают одно единственное что там были кружева и ножнички ножнички я здесь уже покупала есть и портные и маленькие но маленькие я уже покупала уже показывала как-то в видео на этот раз я зашла и купила ткани здесь сейчас покажу что здесь есть в этом пакете было очень много там кружева мне очень понравилось стиль такой турецкий когда вязаные кружево на рулоны их там было большое количество белые и бежевые но от такого качества и у нас есть такие кружева магазин небольшой поэтому я не понимаю почему здесь ничего такого не привозят но все что было для меня более новой или там я не могу купить в россии я решила что я себе здесь куплю но так как здесь все в евро и ты машинально перри считываешь на россию на российские рубли и сразу понимаешь сколько это стоит я купила вот такую вот ткань в прошлый раз я покупала у них здесь конвой она была мелкая я уже отшивала на ней первую свою якобинскую вышивку в этот маленький органайзер для ниток вот я вначале пожалела что купила потому что она мелкая и желтоватая такая желтый оттенок но когда я сделала вот этот органайзер мне понравилось и хорошо что я купила я даже потом уже пересмотрела свое свое мнение вот эта ткань она вот жесткая видите вот я вначале подумала что это либо дублерин либо клеевая которая на пиджаке наласкана но продавец сказала что это для вышивки на муслим она не похожа потому что муслим очень тоненькая и там была такая ткань но я уже себе купила в России вот это вот стоит 21 евро метр поэтому я взяла немного я ее буду использовать для якобинской вышивки переплетение у нее здесь обычное обычное но она сама по себе очень жесткая жесткая вот не знаю после стирки что будет мягкой или нет но посмотрим ее можно еще продублировать флизелином и на какую-то вышивку цвет у нее такой крем поэтому думаю ладно возьму попробую потому что мало ли что что меня еще там заинтересовало купила вот такую тесенку у нас это тоже есть но вроде не дорого по цене серебристые обычно у нас такие вот золотые для каких-либо игрушек серебристые вот у нас обычно продают побольше и потолще поэтому ну это так чисто нагрузку пошло купила я вот такие вот такие вот цепочки видели что я сумочку выполняла использовала такие цепочки на данный момент вот эта цепочка она очень жесткая сам продавец вот эта женщина еле отстегнула и рассоединила отмерив мне определенный отрезок и фурнитура для сумок у нас проблема дома потому что нам возят я так понимаю китайские и те которые пожестче они ну я бы сказала что в сумку не стоит что-то складывать вот это будет выдерживать все у нее переплетение прикольное и у нее здесь вот сточу мне немножко вот как фурнитура на импортных сумках хорошая такая цепочка 1 метр стоит 10 евро дороговато но я не стала покупать один потому что в мире сколько нужно на сумочку какую-либо летнюю мне не хватает метра нужно где-то метра 20 и вдруг мне понадобится на 2 какие разные например у меня не будет и я не пожалела взяла два с половиной метра а пускай будет потому что ты вроде не задумываешь сейчас ничего тебе не нужно а потом когда ты уже решил начинаешь искать в поисках и найти не можешь и еще была вот одна вот такая крупная там она у меня почему-то перекручивалась у нее в магазине нужно будет я просто с ней немножечко вот так вот ее попрямлять у этой немножко другое тоже переплетение поближе покажу вот так вот выглядит сама цепочка она более желтая более золотая чуть-чуть легче чем та металл такой очень добротный хороший купила этой тоже два с половиной потому что не знаю какие идеи будут у меня вообще в моей жизни пока до этого я в магазине у них этого не видела сейчас он был на бобине немного были еще серебристые и бронза но выглядели совершенно по-другому поэтому я решила только такое купить почему купила эти цепочки потому что у них там есть такой вот отдел с такими вот заготовками для сумок здесь цвет пудры сейчас сниму с пакета я вытащила с пакета вот так вот выглядит эта заготовка это заготовка для вязаного вязаные сумки это отверстие мне понравились для цепочек поэтому я и купила эти цепочки вот так вот будет выглядеть если она будет связана то есть вот здесь с этой стороны будет вязание боковушкой вы уже решаете да то есть какие будут бортики по бокам и вот это вот будет клапан на сумку это можно связать это можно пошить это можно скомбинировать и идет вот такая вот застежка почему я купила потому что довольно таки хорошее качество я так понимаю что это не Китай швы очень аккуратные и хорошие строчки и вот эта фурнитура я так понимаю что она такая ну по качеству очень хорошая и замочек здесь тоже выглядит прилично сама сумка всегда ее вид это зависит от фурнитуры если фурнитура дешевая и качественная сумка как бы ты там ни старался заготовки там были и я вот тоже подумываю купить еще или нет были еще знаете какие вот молния открывает все подшито вот идет вот так вот идут дырочки вот здесь вот идет молния и с этой стороны то есть открывается молния все уже подшито специальными крепежами для ручек и ты внизу только вяжешь сумку но маленькое было я не люблю маленькие горлышко поэтому пока остановилась на вот этом клапане поэтому и прикупила цепочку крупная не подходит а вот эта мелкая я думаю что она сюда войдет вот приблизительно вот в эти отверстия так крупная не подходит а вот эта вот она входит и довольно таки по цвету очень все подходит я планировала вязать себе сумку но не находила знаю в инстаграме продаются разные клапаны но когда ты трогаешь и щупаешь самостоятельно ты понимаешь насколько это качественно или нет я думаю что здесь я не думаю что это кожа но сейчас все брендовые дизайны они делаются из эко кожи и разных заменителей потому что уже не делают из натуральной кожи и стоит тринадцать с половиной вот этот клапан были коричневые, бежевые, темные, серые, холодные серые такой асфальтовый но я почему-то решила взять такой потому что это будет вязаная и на лето я думаю подойдет что еще я прикупила вот такую штуку я увидела там у них на метраж здесь свернутый рулон не буду раскручивать вот такая вот штука она очень-очень-очень жесткая вот так близко покажу как выглядит я спросила что это она сказала что тоже для сумок я думаю что здесь можно либо для дна либо для такого клапана тоже купила метр где-то шесть евро по-моему стоит один метр не знаю правда как я эту трубу повезу с собой потому что ее не сложить и купила еще вот два таких вот дорожных этот я давно искала я почему-то в России нигде не нашла такой маленький здесь всякие разные мелочевки но его можно переорганизовать здесь внутри можно конечно выполнить купить такой фермуар и выполнить самой но что-то 2 евро с копейками вот купила вот этот тоже понравился но этот немножечко дороже этот стоит почти 5 евро там без 5 копеек и открывается у него мне здесь понравилось что у него здесь есть вот такой вот маленький чехольчик для иголок очень крошечный прямо у меня есть из Леонардо я покупала но он все-таки большой а вот здесь вот спарыватель прозрачная такая штука здесь тоже можно переорганизовать вставить фетр там иголки себе понавтыкать если ты берешь на вышивку потому что я столкнулась с тем что я вот сейчас собиралась у меня все на магнитиках висит на схемах и все поэтому стояла думала либо такое либо такое думаю ладно возьму 2 ну и есть у меня идея и задумка для дочери выполнить тетрадь поэтому я купила вот такого формата тетрадку здесь 200 листов но они в полоску я искала очень толстую тетрадь которая имеет очень большое количество листов специально для дочери я хочу выполнить ее с разными техниками либо это вышивка будет либо это висер я решу еще как бы не решила но по количеству листов допустим есть и 300 и 400 это вот такая вот тетрадь но она очень здоровая Настена у меня не хочет такую здоровую тетрадь я посмотрю если больше ничего не найду то мы будем использовать это хотя в принципе очень удобно когда вот такой формат ты можешь здесь очень многое записывать но единственное что хранение такой большой тетради ну как бы нужно искать где ее хранить держать такую огромную тетрадь ну на этом я вам рассказала все ничего интересного не было есть у меня еще немного снято видео фрагменты как мы отдыхаем тоже там буквально фрагментами снято потому что несмотря на то что Кипр маленький но я тут уже все давно пересмотрела очень много лет сюда приезжая поэтому повторно ходить на какие-то экскурсии заново снимать я сняла там где я была есть еще очень много мест кому будет интересно если в это видео не поместится я сделаю другое оставлю ссылочку если некоторые фрагменты здесь останутся то я думаю что они будут следовать за этим видео ну на этом я с вами прощаюсь всем хорошего настроения чтобы всем удавалось тоже отдыхать я так сегодня призадумалась что даже на отдыхе лежа на солнышке я думаю о проектах и думаю какие еще выполнить проекты какие у меня идеи задумки не знаю одна ли я такая пишите занята ли ваша голова всегда идеями и мыслями о рукоделии или только я такая на этом я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч до новых видео пока до новых встреч